МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я, Пряников Александр. Японские школьники, играя в мафию, готовятся к роли будущих присяжных заседателей. Какой опыт из сегодняшней игры вынесут звёзды отечественного шоу-бизнеса? Вот участники сегодняшней программы. Антонина Шаповалова, дизайнер. Дарья Миронова, экстрасенс. Ирсон Кудякова, певица-музыкант. Марк Тишман, певец. Илья Сафронов, иллюзионист. Андрей Сафронов, иллюзионист. Сергей Сафронов, иллюзионист. Надежда Славина, модельер. Виктория Бонни, телеведущий и модель. В этой студии собралось 9 отважных игроков. Некоторые из них знакомы. Некоторые видят друг друга в первый раз. Но в течение ближайшего часа даже самые близкие друзья могут оказаться по разные стороны баррикад. Сейчас своими руками вы выберете карту, которая решит, на какой стороне окажетесь вы, уважаемые участники. Тем двоим из вас, кому достанется карта с красной буквой «М» внутри прицела, предстоит образовать синдикат. Они будут знать друг друга и действовать консолидированно. А тем, кому достанется пустой прицел, предстоит включить всю свою наблюдательность, чтобы уничтожить преступную группировку. И рассчитывать им придется только на себя. Запомните, честные жители, вы сможете победить только в том случае, если вам удастся вычислить всех мафиозий. Пожалуйста, господа игроки, уважаемые господа телезрители, лучшая игра всех времен и народов. Мафия начинается. Пожалуйста, берите поднос, берите с этого подноса карту, любую, только таким образом, чтобы никто не видел ее рубашки. Пока идет раздача карт, у меня есть для вас информация. Ну, начинай. Нечестно, нечестно, она жульничает, она подглядывает. Каким она образом подглядывает, Сережа? Это кожное зрение, это сенсорное зрение называется. Она сейчас его использует. Смотрите, мне карту взять. Вот смотрите, Сергей, видите, кричите, она уже стол заколдовала, он на вас набрасывается. Ну, такой человек, понимаете, Сергей, как думаешь, что она мог любить мафию или... Не знаю, кто этих экстрасенсов... Она сама с собой будет сегодня играть. Кто экстрасенсов их разберет? Если мирным гражданам в течение игры удастся уничтожить преступников, оставшиеся в живых смогут поделить между собой 10 тысяч рублей. Если хоть одному мафиозу удастся избежать правосудия, то эта сумма перейдет в призовой фонд, который будет расти вплоть до финальной игры. Теперь каждый игрок получил свою судьбу на эту игру. Но мафиям по одиночке ничто. Мафиози должны быть вместе, образовать преступную семью. Поэтому, господа игроки, пожалуйста, в игре мафии наступает первая ночь игры. Наденьте маски. Игроки, те, кто получил карту с красной буквой «М» посередине, приоткройте верхнюю часть лица. Глазами встретьтесь друг с другом. Мы все поняли, спасибо. Теперь между вами подписан незримый контракт, который обязывает вас извести всех мирных граждан, сидящих за этим столом. А друг друга беречь. Господа игроки, наступает день. Пожалуйста, снимите маски. Семь честных игроков и двое мафии отменились сидят за столом, и у них кардинально противоположные интересы. Чтобы облегчить задачу поиском преступников в первом раунде, сейчас мы устроим допрос. Сергей Сафронов, скажите, вы мафия? Нет, ну что вы, что вы. Виктория Боня, вы мафия? К сожалению, я не мафия. Илья Сафронов, скажите, может быть мафия вы? Нет, конечно, не мафия. Даша Миронова, вы мафия? К сожалению, нет, но я специально хотела не быть мафией. Андрей Сафронов, скажите, вы не мафия? Нет. Спасибо. Надя, скажите, мафия вы? К сожалению, нет. Антонина, скажите, мафия вы? Нет, я не мафия. Ирсен Кудяков, может быть мафия вы? Нет, я тоже не мафия. Так, нет мафии. Ну, мне кажется, я уже подозреваю одного человека. Марк Тишман, скажите, может быть, мафия вы? Да, я мафия. Вот. Ну, так. Зато честно. Знание обличает. Возможно. Господа игроки, только что вы все слышали. Делайте свои выводы сами. Кто сказал правду, а кто солгал. В бой. Да получается, что все солгали, потому что непонятно. А кто был честным? Марк признал, честно. Марк признал, а толку? Ну, мне кажется, что, Сереж, у тебя была реакция неоднозначная. Сейчас ты начинаешь просто очень сильно активно себя проявлять. Еще мне кажется, что я согласна с Боней, причем я бы обратила внимание на людей, которые вообще бы не эмоциональные были бы. И очень эмоциональные. Обидно будет, что вот из-за глупости, на которую вы обращаете внимание, вы выкинете честного человека. Честный человек что-то делает. Это ваше право, на самом деле, решать вам. Ты сейчас вообще, на самом деле, себя просто-напросто топишь, поэтому лучше помолчи. Потому что, между прочим, Боня обладает способностями, она очень проницательная. Вот я могу сказать, что я знаю брата, он всегда такой эмоциональный, поэтому вот. А чего вы за меня заступаете? Сейчас тоже в подозрение попадете. Я еще не могу ни про одного из братьев сказать, но я сразу хочу вас попросить, друзья мои, чтобы... Без фокусов. Чтобы всегда была логика, нет, не без фокусов, чтобы всегда была логика, и чтобы это не было, лишь бы вот до конца мы дошли втроем. Замерла я с открытым ртом, когда увидела, что переглядываются Боня и Даша. Ого! А сейчас, Даша убедилась всегда, что Боня будет глазом ее. У меня такое ощущение, что Боня, на самом деле, вот ты знаешь, кто сильный игрок, и ты знаешь, поскольку ты мафия, хочешь убрать самого сильного игрока. Вы знаете, я не согласна, что Боня мафия, я с ней согласна. Если ты мафия, я уверена, что ты меня убьешь, когда будет ночь. Вот она, мафия, первый человек, вот. Я бы на вашем деле не делал бы такую ошибку, потому что в данном случае это не объективно. Даша знает, у нас есть конфликт, здесь... Неправда, никаких. Здесь надо быть объективным, то, о чем говорил Марк. Вот почему ты считаешь, что я не объективна? У меня к тебе очень хорошее отношение. Не надо лукавить. Все же на самом деле хотят быть мафией, да, но по большому счету. Это же интереснее гораздо, чем мирным жителям. Но почему-то Даша захотела, сказала всем, громко заявила, что я специально себе так задумала, что я буду мирным жителем. Да, я реально задумала, я получила то, что я задумала. Здесь гораздо тоньше психологическая игра, когда ты мирный житель. Вот это интереснее, а не мафия. Если у кого-то карта мафии, тогда... Мафия всегда может убрать. Я даже могу сказать стратегию того, как будут развиваться события. Я вам сейчас скажу конкретно. Я опасный игрок. Меня уберут однозначно. И как можно быстрее. Это понятно. Вы сейчас как мафия, она, видите, она делает отступные. Меня уберут в любом случае. Да какая я мафия, господи. Я бы... Нет. Ну подождение очень сильно вызывает Сергея. Не знаю почему, у меня именно как женская интуиция или что-то Сережа вызывает. Вот ты знаешь, что ты на самом деле не объективный. Я тебе скажу по похоже. Вот честно, я разъясню позицию Бони. Нет, Андрей, я понимаю, Андрей не объективен. Но более, гораздо больше. Вместо того, чтобы сейчас слушать, что здесь говорят, понимаешь, ты вот как-то вначале в голову вбила себе и все, и стоишь на одном. Давай, на какой? Нет. Смотрите, если мы сейчас не найдем мафию, мафия начнет убирать нас. Давайте хотя бы одного реального мафиози найдем. Вот у меня есть конкретное подозрение на конкретного человека. Это не объективно. И кто это такой, подождите? Это Сергей. Я так и думал, я так и думал на самом деле, что Даша будет убирать меня, несмотря ни на что. Мафия она или мирный житель, я это знал. Да не так это. И ты сейчас пользуешься этим случаем, потому что... Сейчас ты как-то защищаешься, Серега. Естественно, естественно, нифига себе. Первое, что вы сделали, когда вы получили слово, вы сказали, что я мафия. И мне обидно будет уйти сейчас, потому что я уже вижу, что ты, ты полностью, ты начала очень активно, кстати говоря, и Даша тебя поддержала. Это говорит о том, что Даша необъективно сливает голос. Мафии, что важно, чтобы все сконцентрировались на одном человеке, и люди перестали рассуждать, вообще в принципе перестали думать. Что сейчас и происходит. Нет, может быть, это не мафия. Она рассуждает как мафия. Окей, хорошо. Просто секунду. Это, на самом деле, первое, это неинтересно. Во-вторых, так действительно, это традиционно так получается, что люди, которым нужно действовать пошагово, и как можно точнее, там, они действительно концентрируют на одном, они заглушают других, чтобы не было рассуждения. Давайте чуть-чуть вообще отойдем от Сергея, просто на секунду, потом вернешься. Спасибо, наконец-то. Потом вернешься. Хоть что-то, вот прямо камень спричит. Селёжа, давай ты начнешь рассуждать. Я так и думала, слушайте, все совпадает. Что совпадает? Сейчас ты поняла, что началась объективность, наконец-то, что вот первое то, что сказала Боня, ты подхватила, понимаешь? Они в паре, они в паре, есть логика, улавливается логика. Я, на самом деле, Дарью сейчас не рассматриваю, как мафия. Я не рассматриваю её, понимаешь? Она меня уперто рассматривает. И опять начинаешь на защиту переходить. Зачем? Нет, у меня есть подозрение, она смотрит, кстати, на тебя, Марк, это во-первых. И у меня есть подозрение насчёт Бонни. Дарья Миронова, она экстрасенс по профессии. Она у меня вызывает такую симпатию. Вот изначально, если даже верить в её профессию, она называла двух людей. Почему вы тогда просто не прислушаться? Я вам скажу честно, что я не считаю, например, что все должны следовать слепо, как фанатики, не имея собственного мнения. У каждого своё мнение. Вот и всё. У вас есть чёткое ощущение, кто мафия? У меня есть своё ощущение, и вполне возможно, что оно не может быть не совсем точно. Вполне возможно. Спасибо. Я не могу сказать на сто процентов. А давайте обратим внимание на Надежду. Надя, вы молчите. Да, можно я скажу молчение? Да, вот, скажите что-нибудь. Мы все хотим узнать у Даши, её мнение, как у экстрасенса. Обстрелить, если на мафии. Значит, даже если она ошибётся, она играла на себя. И значит, её, как бы, её показания, советы, они не имеют значения. Я предполагаю, что у неё действительно есть некие экстрасенсорные способности, но я вижу сейчас девушку, которая абсолютно искренне, на мой взгляд, говорит. И несмотря на то, что она даже порой указывала на меня, но, как бы, я вижу, что ей этого хочется, что она довольна тем, что уже она хотела вот эту мирную карту, она её получила. Я не знаю, кто сейчас мафия, но я знаю, что это не Даша, мне кажется, это не Вика, потому что уж очень, ну, как бы, ну, она это делала в полноги. Это не я, на самом деле. И это не Надя, несмотря на то, что сейчас её назвали. Потому что она очень спокойная, рассудительная. Значит, ты получаешься. Давайте выдвигать кандидатуры. Пожалуйста, Серёжа, высказывайся, ты первый, выноси кандидатуру. Они боятся выпить. Наверное, действительно, самый я громкий, но я вижу, что есть люди, которые действительно хотят меня отсюда убрать. Это Даша и это Виктория. И у меня появилась опаска, что многие не будут объективно, а будут слушаться лидера спокойно, то Викторию будет. Момент, момент, сейчас. И будут слушаться человека, который якобы видит насквозь. Только потому, что я сейчас вынужден обороняться, не зная, кто мафия, вот, я буду голосовать против Даши Мироновой. Ох, кто бы сомневался. Даша, пожалуйста, вам слово. Ну, наверное, вот только поэтому. Я не знаю, кто мафия, но я хочу разобраться. Даша, пожалуйста, вам слово, говорите. На самом деле, я никаких обвинений или оскорблений, в отличие от Сережи, на Сережу не гоню. Ладно, видишь, у нас с тобой всегда... Я всегда с самого начала подозревала одного человека. И, естественно, этого человека еще раз и еще раз подозреваю. Особенно, когда он меня ставит подозрение. Вот если бы он сейчас не ставил меня в подозрение, возможно, я бы свою оценку поменяла. Но поскольку он конкретно подозревает меня и будет выступать против меня, у меня просто не остается других вариантов, как выступить против него. Я, к сожалению, в отличие от вас, не умею читать мысли. Это кто против кого него? Против Сергея, да? Сергей, да? Сергей. Я не удивлюсь, если к концу эфира у Сергея, скажем, вырастет хвост. Он захвакает, как лягушка. Ладно, что бы ты сделал. Сережа, все, дальше. Дальше, дальше. Это шут. Вот сейчас... Сережа, Сережа, покажите следующее. Это возможность нас выслушать. Виктория Бойня, говорите, пожалуйста. Почему-то Серега меня вызвал, в первую очередь, подозрение. Много кого я там сначала смотрела, потом откладывала, смотрела, откладывала. Я наблюдаю, я запоминаю, кто кого защищает, кто против кого голосует. Это очень важно. Потому что сейчас самый сложный. Первый кон, первый тур, когда нужно кого-то выбить отсюда. И этим первым человеком почему-то является Серега. Я понимаю, что братья будут тебя поддерживать, но тем не менее, Сереж, ты у меня... Ну, ради бога, я думаю, что в первую ночь мафия застрелит меня после того, как говорится. Нет, Боня, меня. Ну, или нас с тобой, да. Пожалуйста, Марк Тишман, говорите. Я совсем не уверен, что это Сергей, потому что я дальше за ним наблюдаю. Я понимаю, что у него просто может быть желание остаться в этой игре, потому что, насколько я знаю, он уже однажды участвовал и участвовал очень успешно. Но, вот его брат Андрей... Брат-то здесь включает. Подожди, подожди. Который в первую ночь сказал, что он будет мстить. Покойный монолог. Подождите. Который сначала сказал, будет мстить, а потом несколько раз, я не понял, то ли в шутку, то ли всерьез он сказал, ну, это Марк Тишман. А если ты меня называешь, как бы, либо пальцем в небо, либо защищая брата, либо просто, чтобы... Марк, поверь, это пальцем в небо. Да? Андрею вообще нельзя воспринимать всерьез. Давайте так, чтобы уравнять ситуацию между братьями, чтобы у нас не было этой одной безальтернативной кандидатуры, чтобы мы не вот так решили, а вдруг он действительно мирный житель, и мы его вот так безальтернативно уберем в первом же туре. Поэтому я назначаю Андрея. Андрея Сафронова. Андрей, пожалуйста, говорите. Готов ответить. Говорите, конечно. Вот я, конечно, шел сцены передачи, я думал, что если не выпадет карточка мафия, вот я специально сделаю такой некий хитрый ход. Да, я мафия! Вот у меня такая же была мысль. Ты единственный, кто так и сделал. Я сказал, я мафия еще до того, как я увидел карту. Ну, Марк, ну очевидно же. Я считаю, что Марк сто процентов. Ирсон, а вы кого подозреваете в свою очередь? У меня Андрея с самого начала, потому что он то чесался, то там сидит, то руки туда, то сюда. Да, и еще мне очень, вот Антонина очень как-то, это кожная куртка, вот она прям такая мафия, реально просто выглядит, понимаете? Она дизайнер просто. Так какой аргумент вам кажется более весомым? Одежда или чесотка? Да, вот про чесотку мне больше все интересно. Тогда я записал Андрея. Это все вот это какое-то таки движение, вот это все. Андрея, я записал Андрея, спасибо. У меня есть подозрение на трех вот этих вот очаровательных девиц. Сказал Илья Сафронов, пожалуйста. Значит, Антонина, Дарья и Боня. Боня, потому что на самом деле, вот сколько я знаю, она все время активная, веселая, жизнерадостная. Сейчас она сидит, и почему-то я впервые вижу, что она вот что-то рисует. Я неинтересно. Я записываю, кто против кого голосует, мой хороший. Наблюдаю. Это раз, что меня смутило. Ну, Дарья, это понятно. Но это очевидно. По ней видно, что она волнуется, и это действительно так. Илья, на кого обращайте внимание вы, в особенности, одна кандидатура, пожалуйста, должна быть. Давайте Боня. Боня. Антонина Шаповалова, пожалуйста. Мне казалось, что действительно Ирсон. Антонина, вы подозреваете Ирсона, да? Надежда Славина, вы остались последней. Ну, я хочу, чтобы победили не мафия, а мирные жители. Поэтому я вам скажу так, что я увидела, что очень сильно занервничали вот Андрей и Тоня. Надя Славина, скажите, кого вы подозреваете больше других? Надежда, мафия не место для слабаков, если честно. Не плачьте. Хорошо, я скажу, это Андрей. Андрей, у нас есть две кандидатуры. Господа игроки и дамы, вот теперь вне зависимости от того, кого подозревали, голосуйте за кого-то одного из них. По злой иронии судьбы или, может быть, последствию чьих-то, понимаете, желаний, кандидата у нас два. Андрей и Сергей Сафроновы. Поднимите, пожалуйста, маски те, кто считает, что игру должен покинуть Андрей Сафронов. Пять голосов Андрей. Поднимите, пожалуйста, маски те, кто считает, что игру должен покинуть Сергей Сафронов. Три голоса. Большинством голосов нашу игру покидает Андрей Сафронов. Вика сейчас, говорит, Андрей Вы просто убили мир Вы сидите в мафии Моё мнение было Ваду Вот, вот и вот Вот это кто, Андрей Вот и вот это кто Мне кажется, что Марк Марк и, возможно, Надежда Всех благ Сегодня очень добрые И точные игроки, как мне показалось Все точно разложено по полкам Очень чуткие И как психологи Вы видели, как они здорово сработали И вычислили меня Вот это мастерство, я понимаю Господа игроки в игре мафии Наступает ночь Пожалуйста, скройте лица под масками Внимание! Если вы хотите сами вычислить мафию Просто закройте глаза на время ночи Пожалуйста, мафия Откройте верхнюю часть лица Глазами Приговорите жертву Теперь я начинаю перечислять имена Всех сидящих за столом Как только услышите имя жертвы Дайте нам знать незаметно Ирсен Кудякова Ирсен Кудякова Марк Тишман Сергей Сафронов Илья Сафронов Антонина Шаповалова Миронова Даша Виктория Боня Надежда Славина Мы поняли, спасибо Господа игроки, наступает день Снимите маски Она так сильно наверняка хотела покинуть программу Потому что ее все не устраивало А сейчас она пойдет и обретет Вечный мир и покой Выражаясь языком нашей игры Виктория Боня, это вы? Я так и знала Я так и знала Я знаю, кто мафия Остаюсь при этом же мнением Скажи нам Скажи кто У меня очень большие подозрения Как на Сергея, так и на Илью Тоже друг друга поддерживают Но и Кудякова вызывают у меня с Тишманом Тоже большие подозрения Я такой же мирный житель, как и Андрей Все это видят Меня убрали только потому, что я знаю Что сейчас удар пришелся бы Если бы я здесь осталась Вот на этих двух На одного Ну хотя бы на Серегу Потому что его нужно проверить Все остальное я вам желаю удачи Пока всем Пока Я думаю, что это Тишман, Кудякова Серега может быть Серега сейчас мне более кажется искренней Вот Так что будьте сейчас там Я бы их просто пришила Продолжаем обсуждение Вот теперь Бушуйте на здоровье Мне кажется, как раз вот сейчас Стало очевидно, что Сергей не мафия Потому что это крайне глупо было бы Убить Боню Ну просто это вообще идиотизм был бы Я был уверен про Боню И это подтвердилось Я уверен про Дашу Но мы это еще не проверили Но мне кажется, что она не мафия Ну я не могу настолько интуитивно ошибаться Потому что здесь сто процентов Для меня И к счастью, а не мафия Но если я уже буду откровенна Вот кого я сейчас на данный момент считаю мафией Это Ирса Это Ирса Я не могу сейчас пока это объяснить объективно Мне что-то подсказывает У меня подозрение стало на Марка Который каким-то образом Понимаете Решил перевести стрелку Зная, что меня, может быть, тоже уберут ночью Убрали самого маленького Который не может защищаться Ты поддержала Марка, Ирсон Ты поддержала Марка Я сейчас просто склоняюсь на сторону Я тебя поддержала Я сразу сказала, что ты не... Серьезно Ты проголосовала против Андрея И ты первый поддержала Марка Никто из нас не думал Никто из нас не думал Что Андрей может быть мафией Первым эту мысль бросил Марк А ты поддержала ее Я теперь точно знаю, что нужно было Маша, ты поддержала ее Слушать Дарью Мне сейчас кажется, на самом деле Что Даша и Антонина Самые объективные сейчас, понимаете Мне показалось, что вы зацепились Ну, мне показалось, что вы зацепились За какую-то объективность Когда мы начинали играть Мы для всех из нас поняли Что мы выбрали Ну, вот, по крайней мере, как я это понимаю Что вот даже вот Дарья вот сказала Да, вот она все-таки экстрасенс Я говорю, что я верю этим людям И для меня они вызывают что-то Для меня это вот как... Ну, я прислушиваюсь Вы меня понимаете? И, значит, Дарья Миронова сказала Что это вот Антонина и Сергей, да? Если возвратиться к этому, да? Вот я подозреваю Вот Антонина Вот... Сто процентов Ирсон мафия Пока Сергея Ирсон мафия Ирсон мафия Ирсон, я сто процентов Она поддержала Андрея Здесь все понятно Вы не мафия, потому что вас никто не поддержал Я могу точно сказать следующее Если бы Сережа сейчас был мафией Он настолько агрессивно Ага, Даша, сейчас тебя задушу Значит, вот если бы он был бы мафией Ночью, ночью, ночью Убили бы меня Это Ирсон, я с этим согласна Ирсон будет на меня сейчас думать Потому что ей нужно перевести стрелки со своей персоной Я как честный житель защищаю себя Мне очень нравится Марк Искренне говоря, очень нравится Я не хочу думать о нем, что он Марк Естественно, я подозреваю о мафии Что я опасного игрока Но ты точно Я все-таки сейчас заметил Очень важную, интересную вещь Мы готовы обсуждать Заметьте, Марк Когда стали говорить о его напарнице Которую мы реально раскусили Я убежден на сто процентов Я тоже Мы раскусили Ирсон сто процентов Марк затих Из всех вас я знаю больше всего Ирсон И мне изначально Казалось, что Ирсон, вот как она в жизни Такая спокойная, вот сидит Вот и так она сидит сейчас То есть она в своем обычном бытовом состоянии пребывает Поэтому я опасаюсь говорить об Ирсоне Мы каждый из нас кого-то подозреваем Мы же лишились Мы на самом деле лишились уже двух мирных жителей, ребят Дамы и господа Всем ли сейчас все понятно? Если всем все понятно Я начну опрашивать ваше мнение Пожалуйста, первый говорит Сергей Сафрон Я голосую против Ирсона Объясню почему Потому что я точно знаю, что мафия не Даша И я точно знаю, что мафия не Антонина Ты в какой-то момент Себя повела вот именно неправильно Ты сейчас хотела направить Весь мой гнев на Дашу Но ты не поддержала Потому что, как и Антонина Увидели объективность Нашу на необыкновенность твою Спасибо, Сергей Ирсен Кудяков, пожалуйста Я все равно предлагаю выбирать Антонину Антонин, кого вы подозреваете? Все, Ирсен Ирсен Теперь Илья Сафронов, пожалуйста У меня очень хорошо развита интуиция Я убежден на 99% Что это Антонина Пожалуйста, Миронова Даша Очень сложный вопрос Очень тяжелый вопрос Но тем не менее Я склоняюсь считать, что это Ирсен Надежда Славина, пожалуйста Знаете, у меня есть подозрение На одного человека Вот, мне кажется, это Тоня Господин Тишман Марк, пожалуйста Я вообще в конец запутан Потому что мы уже убили Двух мирных жителей Я каюсь, что я ошибся в первый раз Я был уверен, что это Андрей Мне сложно говорить про Ирсен Потому что она сидит рядом И я ее не вижу никогда Посмотрите на нее Что вам мешает? Я не понимаю, я точно говорю Давайте спросим У болельщиков У моих болельщиков Пожалуйста, покажите болельщиков Потому что я вообще не понимаю Как я хочу довериться вам Отлично Покажите болельщиков Марка Тишмана Вы тоже тут, на самом деле Мнение очень сильно разошлись Но мне вот лично, мне кажется Что это Надя Спасибо, спасибо Марк, вам подсказали Я могу вам еще сделать одну подсказку В принципе, пока Голоса распределились поровну За Ирсен и за Антонину То есть, если я назову Надю Это ничего не значит, да? Ничего не изменит Поэтому? Поэтому я называю Ирсен тоже Ирсен Господа игроки У нас есть две кандидатуры Ирсен Кудякова И Антонина Шаповалова Поднимите маски те Кто считает, что игру Должна покинуть Антонина Шаповалова Три голоса Поднимите, пожалуйста, маски Те, кто считает, что игру Должна покинуть Ирсен Кудякова Четыре голоса Против Ирсен Кудякова Господа игроки Большинством голосов Игру покидает Ирсен Кудякова Скажу честно Я с самого начала говорила Что я не мафия И я все время всю игру Понимаете, всю свою игру Следила за каждым из вас И всех подозревала по очереди Сначала Сергея Потом Дарью Миронову Потом Антонина Я прям, она, понимаете Точно мафия, понимаете Вот, ну в конце, когда против меня Проголосовал Марк Тишман Мне кажется, что он мафия Вот, а теперь Вот Я показываю свою карту Спасибо, Ирсен Господа игроки Наступает ночь Пожалуйста, наденьте маски Когда мафиоз остается один Он получает гордое прозвище Крыса Эту крысу сейчас будут ловить Всем коллективам Но днем А по ночам Крыса будет расправляться Над вами Уважаемые мирные Беззащитные граждане Внимание Если вы хотите Сами вычислить мафию Просто Закройте глаза На время ночи Я начинаю Перечислять Скорбный список Как услышите жертву Дайте мне знать Марк Тишман Илья Сафронов Антонина Шаповалова Даша Миронова Славина Надежда Сергей Сафронов Мы поняли Спасибо Наступает день Господа игроки Снимите маски Сейчас игра станет спокойней Но потеряет буйный шар Сергей Сафронов Лучший игрок Прошлой игры Нас покидает Дорогие Не слушали меня Я видел как Сомневался И делал свой выбор Марк И это Меня ставит Под сомнением Марка Что он мирный житель Вот А мирных жителей Я попрошу Все таки обратить внимание На того человека Кто первый Начал защищать Ирсен Это Илья Марк возможно Поддержал Нас Только потому что Ну чтобы не спалиться Потому что Понятное дело Кто поддержит мафию Тот и мафия А я как мирный житель Встречимся там Спасибо Встретимся в районе Аплодисменты Мне было на самом деле Очень сложно Потому что я столкнулся С реально очень сильными игроками Обратите внимание Те игроки Даже которые сегодня Сядут за этим столом Первый раз Тоня Даша Миронова Они все равно Они энергетически сильные Мощные Личности Понимаете И с ними Они психологи Во-первых Надо не забывать Что Даша Миронова Очень хороший психолог Понимаете Я оказался Среди реально Мощных Сильных игроков Друзья Можно я сразу скажу Кто мафия Сто процентов Вот это легко Очень вычислили Это действительно Надя Я объясняю Вы все стреляли В Ирсен Да Я понял Что ты не можешь быть мафией Ну либо Либо ты пожертвовал Своим подождёром Мафия Бывает что мафия Сливает друг друга Чтобы дойти до конца Нет Это не уж совсем Это нормальная практика Да Марк убил мафию Предыдущего мафия Чтобы выжить самому Все думают Как Подождите Разве так делают Делают специально Чтобы спасти свою шкуру В данном случае себя И ещё Чтобы больше убедить всех Сейчас он Рассказал об этом методе Да Что так можно делать Это Марк И в начале игры он сказал Что он мафия Вспомним первый раунд Когда все Аргументировали за Сергея Да Ну многие говорили Нет Я не говорил Что Сергей это мафия Я Ну какой мне Смысл Если бы я был мафией Да Вот так вступаться За человека Который был очень близок Я не говорила Что он мафия Ладно Остались кстати Все Смысл много Можно найти Марк Ну если подумать Что смысл можно найти Что да Отвести Как вот я Проблема в том Что я не могу Выдвинуть ничью кандидатуру Потому что я тоже теряюсь Ирса Заведомо знала О том Что моё мнение В общем-то неверно По поводу Сергея Потому что Действительно Мои были эмоции Эмоции Он был прав Говоря об эмоции Но я сказала Одно слово Что каждый Должен иметь своё И подчеркнул это Своё личное мнение К сожалению Марк Я Вообще Мне очень приятен Ты Мне приятен Твой интеллект Твоё обаяние Ты великолепно Держишься Замечательно играешь Но мне кажется Ты настолько тонкий Открытый Ранимый И в общем-то Ты не будешь врать Ты с самого начала Сказал кто ты И возможно То Что ты сказал Правильно Можно я послушаю болельщиков Илья Сафронов Обращается к своему болельщику Оля Оля Илюшенька Это Марк Сто процентов А ты у всех спросил Или это только твоё мнение Понимаешь Это только Олино мнение Илья Понимаешь Все остальные Можешь молчат Потому что ты Главный подозреваемый Ты сейчас невыгодно Заглянул Брат Так Господа У вас есть уже Какое-то консолидированное мнение Которое Нет У меня мнения нет Я не могу никак Принять решение А у вас может быть Есть болельщики Которые тоже хотят вам помочь Я должна ещё подумать сама Да У меня дети Болельщики Тоже хорошо Давайте спросим Моих болельщиков Мишу и Альбину Есть расхожее мнение Устами ребёнка Глагольт истины Здесь никого я не удивлю Миша и Альбина, да? Да Лично мне кажется Что это Антонина А я думаю Что это я У детей мнения разошлись Спасибо Надежда Вы услышали Да Спасибо большое Кого ты сам подозреваешь Скажи пожалуйста Я подозреваю Надю После подсказки болельщиков Оли Я подозреваю Немножко подозреваю Марка Но совсем чуть-чуть Что это Марк Марк мафия Потому что отсюда со стороны Было видно Извини Марк Хорошо играешь Да Но мы все со стороны Видели как ты слил Ирсон Чтобы спасти себя Это всего лишь игра И конечно я уйду И ничего не произойдёт И меня не убьют Это всё понятно Но я вам только хочу сказать одно Что уже был здесь случай Уже был здесь прецедент Когда все болельщики крикнули Что это Марк Я не знаю что во мне такого Почему всем кажется Смотри ролики И причём те же самые слова Марк гениально играет Он крутой мафия И более того Когда я вышел И они увидели Что я не мафия Я был злой как собака Я кричал им Ну вот где ваш глаз народа Глаз божий Они мне кричали Что Марк Ну если бы ты был мафией Это было бы гениально И ситуация повторяется С точностью Просто второй раз За столом пять игроков В этом случае Мы всегда голосуем Каждую кандидатуру Поднимите пожалуйста маски Те кто считает Что игру должна покинуть Надежда Славина Ноль голосов Поднимите пожалуйста маски Те кто считает Что игру должна покинуть Миронова Даша Ноль голосов Пожалуйста поднимите маски Те кто считает Что игру должна покинуть Антонина Шаповалова Ноль голосов Поднимите маски Те кто считает Что игру должен покинуть Илья Сафронов Три Поднимите маски Те кто считает Что игру должен покинуть Марк Тишман Двое Марка Значит господа игроки Большинством голосов Нашу игру Покидает Илья Сафронов Я понимаю, что сейчас вот здесь собрались достойные игроки, и один из них действительно очень хитрый, вот этот мафиози. Я желаю мирным жителям удачи. Спасибо за игру всем. Спасибо, спасибо, Илья, покиньте нас. Сергей себя ведет так же, как остальные люди за столом, которые сидят, они не слышат меня вообще. Они, я просто уверен на сто процентов в своей логике. Это либо Надя, либо если большинство болельщиков говорит, что это Марк, значит это Марк. Ну либо то, либо... Что теперь да? Не теперь да, а я это за столом говорил. А там сидят такие, как ты, которые горлопанят и ведутся. Зачем ты начал Ирсона защищать, Илья? Это было суть, но я точно видно, что Ирсона в Афио. Это не было видно, правда. Может быть, я потому что сидел, она рядом со мной, я ее не видел. Я Марка не увидел. Я не видел. Как и я, Марка не видел. Я не видел, я там больше игроков. За столом сидят люди, которые просто не хотят меня услышать. Они как-то аргументируют, ну вообще непонятно чем. И мафия, вот это действительно настолько точный человек. Он все вот это вот стадо, я не побоюсь сейчас этого слова, потому что меня выгнали. Действительно, он это стадо аккуратненько собрал и ведет со собой по узенькой тропиночке. Очень грамотно работает человек. Мне просто безумно интересно, кто это. Наступает ночь, закройте лица масками. Крыса по-прежнему невредима. И сейчас свершится ночное убийство мирного гражданина. Внимание! Если вы хотите сами вычислить мафию, просто закройте глаза на время ночи. Вот скорбный список. Марк Тишман, Антонина Шаповалова, Миронова Даша, Надежда Славина. Спасибо, мы поняли. Наступил день, господа игроки. Снимите маски. Конечно же, днем это преступление не могло свершиться, потому что ее охраняет семикрылый Серафим и разного рода Пентакли. Малопонятный? И Миронова Даша, первый экстрасенс в нашей программе, покидает нашу игру. Вероятно, вы представляете слишком серьезную опасность для оставшейся крысы. Покажите карту. Мирный гражданин Даша. Я хочу оставить завещание, в котором хочу сказать, что это Марк Тишман. Я могу влиять на людей, но я не стала этого делать здесь. Я честно играла. И с самого начала сказала, что я мирный житель. Игра шикарная. Конечно, это психологическая игра. Она серьезная, она сильная по своему эмоциональному накалу. Но я так думаю, что все ушли не в ту сторону. На самом деле, это вообще не Марк Тишман, это женщина. Я мирный житель, и я хочу, чтобы мы сегодня убили мафию. Не знаю, почему-то в начале мне очень нравится Тоня. Она вообще очень классная, умная. Вообще, она хороший человек, я это чувствую. Но мне кажется, что ей выпала карта мафии. Даже если я ошибаюсь, вот, значит, вот, по интуиции меня подвела. Я знал, что Илья не мафия. И я просто сейчас рискую навлечь гнев вас обеих, да, на себя. Но я думал о ком-то из вас. Я думал о Тоди, честно скажу. Марк меня защищал. И он защищал специально, чтобы подозрение мирных жителей пало на меня, чтобы мирных жителей меня во втором круге убрали. А они убрали ночью еще одного, понимаете? Сколько бы они сразу бы убрали людей. Но у него не получилось, потому что Иршин спалил из себя. Вот сейчас, когда мы втроем, да, и когда один человек на протяжении уже там часа с лишним тихо сидит и убивает других, никто из нас не может... И делает это так грамотно. Кто-то не тихо, заметьте. Никто из нас не может дать себя. Но я думал о ком-то из вас. Я думал о Тоди, честно скажу. Марк меня защищал. И он защищал специально, чтобы подозрение мирных жителей пало на меня, чтобы мирных жителей меня во втором круге убрали. А они убрали ночью еще одного, понимаете? Сколько бы они сразу бы убрали людей. Но у него не получилось, потому что Иршин спалил из себя. Вот сейчас, когда мы втроем, да, и когда один человек на протяжении уже там часа с лишним тихо сидит и убивает других, никто из нас не может... И делает это так грамотно. Кто-то не тихо, заметьте. Никто из нас не может дать гарантии, что вот, согласись, ты не можешь ведь дать стопроцентной гарантии мне, что ну как ты мне можешь доказать, что это не мафия, или как я тебе могу доказать. Взглядом. Я могу тебе доказать этот взгляд. Взгляд, это понимаешь, это... За кого ты еще голосовала, Наль, до этого? Просто вспомни. Я каждый раз голосовала за тебя, с самого начала. Больше ни за кого. Только за тебя и за Андрея, больше ни за кого. Я ж взглядом вяжется, просто если бы ты... Друзья, дамы и господа, уважаемые телезрители... Если он мне не поверит, то он мафия. Давайте развяжем эту интригу. Тут же этот узел затянуть уже нет никакой возможности. Голосование. Дамы и господа, пожалуйста, поднимите маски тех, кто считает, что игру должен покинуть Марк Тишман. Ноль голосов. Пожалуйста, поднимите маски те, кто считает, что игру должна покинуть Антонина Шаповалова. Один голос. Пожалуйста, поднимите маски те, кто считает, что игру должна покинуть Надежда Славина. Два голоса. Большинством голосов игру покидает Надежда Славина. Я всегда люблю выходить в этот момент. В любом случае игра закончена, потому что если убили мирного гражданина, победила мафия, а если убили мафию, победил мирный гражданин. Вот для меня сейчас такой момент в жизни вот интересный. Вот я доверилась мужчине, я ему намекала, намекала всю игру, что я не мафия. Вот. Но, в общем, я, конечно же, не мафия. И... Вот, я не мафия. Посмотрим, Анастас, диктор. Можно я расскажу? Расскажите. В самом страшном моменте в игре. Хорошо, расскажите. Что в вашей игре самое страшное? Что в нашей игре? Это улыбка Марка Тишмана после того, как я поднимаю маску. Давайте одновременно поднимем карту и разрешим эту интригу. Так, на счет раз, два, три. Кто же мафия? Мафия, мафия. Исма! Ну, первый раз в жизни попалась мафия. Я готова, благодаря мне. Первый раз в жизни мне попалась мафия. Я думаю, смогу или нет. Мне до сих пор казалось, что не смогу. У меня сердце дрожало. Вы не представляете, как я всю игру пытался справиться с собой. Я думал, а как, что надо делать? А как надо говорить? А что? А Ирсон, она же такая чудесная. Как же я ее убью? Тоня, прости меня. Но надо, если я ее не убью, все станет понятно. И все это я думаю. И думаю, Тоня так, Тоня думает обо мне, что... Ну, ничего. А вообще, если честно, я счастлив. И вот вам, пожалуйста, игра мафии. Невозможно предугадать. Человек с самых первых моментов сказал, что он мафия. Не соврал. Практически особо не длился. Я это сделал нарочно, потому что я считаю, что вот так играть всю мафию, это портить свою карму. Но когда я изначально априори сказал, я мафия, то есть я как бы снял, и все это было... Все понимали, игра. Но я скажу, какой для меня был самый гадкий момент после убийства Ирсен. Это сейчас, когда я убил Надю. Потому что это был человек, который искренне мне верил. И я это знал. Но я уже настолько вошел в образ, что я думал, убить Тоню, ну, это как-то она во мне сомневается. Это низко, убить своего, да, как бы человека, который тебя панирует. А убить человека, который свято тебе верит, сидит, это по-настоящему... Это я, это я проиграла на самом деле. Это мой проигрыватель. Мафия сегодня выиграла, деньги переходят в наш суперфонд. За этот суперфонд сразятся суперигроки. Марк, отныне в их числе поздравляю. Я стану твоим ангелом. Он негодяй. Господа игроки, мафия сегодня выиграла. Марк, я тебя поздравляю. Девушки свободны, я тоже вон из студии. До свидания. До свидания.